Олимп Олимп Нашлись два тренера. Это вот работают они сейчас. Немерская Ника и Остапова Екатерина. Это выступающие фигуристки-любители. Они сейчас многочисленные награды имеют, выступают до сих пор. И выпускницы Лизавта. Абонемент на месяц из восьми занятий стоит всего 3400 рублей. Тренировка делится на две части. Сначала юные фигуристки занимаются на льду, а затем идут в тренажерный зал, где проходит растяжка, упражнения для позвоночника и других групп мышц. Иммунитет развивается, потому что все-таки дети катаются на холоде, легко одеты. И этим мы закаляем здоровье нашим детям. И плюс это какой-то спорт. Надеемся на достижения наши. Многие родители приводят свое чадо на тренировку, а сами с трибун наблюдают за успехами деток. Галина Фомина, мама пятилетней Снежаны, записала свою дочку на фигурное катание уже в сентябре месяце. А первый раз девочка ступила на лед в декабре. За шесть занятий ребенок уже довольно уверенно стоит на коньках и делает простейшие фигуры. Первый раз мы пришли на коньках собственными коньками, которые не специализированные для проверки, будет ли ребенок кататься. Но в итоге ребенку очень понравилось, ее очень заинтересовало. На тренировки ходим с радостью, поэтому нам тренера посоветовали, какие коньки купить. И в итоге мы съездили в Санкт-Петербург, в специализированный магазин фигурист. Нам подобрали коньки, которые с термоусадкой, по ноге. Также мы купили одежду для фигурного катания и начали тренироваться. Тренер должен тренировать так, что после фигуристки должны исполнять все его фантазии. Будущие звезды должны слепо верить тренеру, иначе никак. Тренера юной Снежаны зовут Екатерина Аркадьевна. Ко всем деткам она относится как мама. Хоть в группе 15 человек, она каждому подойдет, выведет на лед, с каждым поговорит и все объяснит. Если ребенок падал, она его поднимала, погладит, возьмет на руки, прокатится круг с ним. Ребенка это завораживало, то есть обратно ставит на лед, и ребенок дальше сам самостоятельно пытается сделать. Показывала им какие-то фигуры, то есть они тоже смотрели. Тренер нас устраивает, очень хороший тренер, заботится о детках. Ну, надеемся, что это с помощью ледовой арены, они нам тоже будут помогать, и мы как-то будем ходить тренироваться. И цены устраивают, и тренер замечательный. Но маленькое пожелание все же найдется у родителей будущих чемпионов. Расписание немного подправить. Инна Корнеева, заместитель директора, с радостью готова прийти на помощь. Но, к сожалению, на данный момент ничего не может изменить. Расписание всем нужен вечер, всем нужен лед вечером, в удобное время, а так не получается. У нас хоккей, у нас фигурное катание, у нас массовое катание для города. То есть, ну, и всех надо уместить вот в определенные часы. Ну, мы стараемся, мы работаем с этим, сейчас будем разговаривать. Потому что, конечно, деткам не столь удобно заниматься днем. Им приходится садик пропускать, кому-то со школы отпрашиваться. Ну, это спорт. Как сказал актер Валентин Гафт, и теперь я сплю с коньками. Так что вывод мой таков, все б мы были дураками, если б не было коньков.